Так, снова прервалось. Значит, на чем остановились? Становились на системе искусственного интеллекта, которая генерирует изображение. Ну, вроде бы все красиво получается, но, тем не менее, есть и ложка диоксина. Например, тут всякие шутники придумали тест, то есть взяли существующее изображение, попытались максимально описать его словами в краткой форме и попытались загрузить это внутрь этой системы. Получили, мягко скажем, не совсем то, что ожидали. Вроде бы какие-то понятные картинки, но, тем не менее, совершенно не то, что запрашивалось. И тут, соответственно, подробно расписали, что не так. То есть, несмотря на то, что система выдает осмысленное изображение, трансформирует текст в изображение, тем не менее, половину признаков, половину тех мыслей, которые пытались закладываться, были заложены в этот текст, они были просто пропущены. То есть, система работает достаточно избирательно. Ну, скажем так, она умеет генерировать некоторую такую приятную чушь. Ну, тем не менее, да, есть еще над чем работать. То есть, дизайнеры, художники пока без работы не останутся. Значит, то, что касается генерации изображений, да, ну, дальше можно там еще пофантазировать. То есть, тоже вот такой интересный проект. Генерация фотографий людей, лиц, да, по текстовому описанию. То есть, простая программа, которую вы вводите, описание человека, которое вы хотите получить, и на выходе получаются несуществующие лица. То есть, какие-то комбинации различных людей. Совершенно уникальное новое лицо. Вот, если предположить, что то же самое еще совместить вместе с генерацией аватара цифрового, да, то можно получить, например, цифрового актера, которому задать, например, сценарий поведения и на выходе получить, например, готовые видеозаписи. То есть, так или иначе, некоторый ход мысли дойдет к тому, чтобы пытаться генерировать то, что раньше обычно делалось с человеком. Это, наверное, вот такой масс-маркет, кратко, да, куда тренды масс-маркета на текущий момент. Ну, возвращаясь к России, да, у нас есть тоже, тоже есть чем гордиться, да, то есть, у нас есть целый, набор компаний, таких, например, как Яндекс, таких, как Сбертех, таких, как Старлайн, которые очень активно развивают беспилотные автомобили, да. То есть, ну, уже вот буквально в Москве, в Питере, в Татарстане, в Сочи катаются вот такие такси беспилотные. В них, конечно, пока сидит инженер, но, тем не менее, уже можно на них прокатиться. Правда, пока не всем желающим, а только тем, кому дали бы этот доступ. Вот, ну, конкретно про Яндекс, пока ситуация не очень понятная. Ходят слухи, что будет разделение компании, да, что беспилотное такси уедет в другие страны, и, к сожалению, вместе с собственником, но пока это еще не подтвержденная информация, да, то есть идет какая-то не очень приятные слухи, да, о будущем нашего достояния. Вот, ну, тем же самым примерно занимается Сбертех, то есть, тут прошла новость, да, что по летам по Крестовскому ездил беспилотный автомобиль, катал всех желающих. Вот, ну, маршрут, конечно, такой немножко странный, но, тем не менее, тоже происходит тестирование беспилотных автомобилей. Вот, конечно, непонятно, с учетом текущей ситуации, чем все это закончится, вот, но определенные позитивные изменения присутствуют. Вот, ну, это пока такие тестовые, да, вот, более близкая к практике, тоже российская компания, которая разрабатывает беспилотные шаттлы грузовые для перевозки грузов по закрытым территориям. Ну, и, в частности, вот сейчас, например, уже готовятся они к тому, чтобы на трассе М-11, это между Питером и Москвой, запустить такие вот челноки беспилотные, которые будут возить грузы между городами. То есть там идея стоит в том, что у вас есть две базы, одна база в Питере, одна в Москве на трассе, и такие вот грузовички, они с одной базы на другую перевозят товары. А дальше уже от этих баз внутри одного города разводят уже обычные автомобили, да, с людьми за рулем. То есть, по сути, пока такой упрощенный вариант автономного вождения, да, по хорошей, ровной, открытой трассе, где нет никаких резких поворотов, где не выскочит никакой пешеход, где хорошо освещенная в любое время суток дорога. В общем, такие более-менее безопасные условия, да, но при этом достаточно важная функция по транспортировке грузов между двумя городами. Вот, ну, предполагается, что это сократит время доставки примерно на один час. При этом сократит аварии, то есть беспилотный грузовик не будет там какие-то превышать скорость, да, не будет устраивать какие-то опасные перестраивания. Вот, то есть в целом тренд тоже определенно есть, и тоже приятно, что этим занимается в нашей стране. Значит, ну, есть у них такое довольно подробное описание, да, что из себя представляет их платформа. То есть это, ну, в первую очередь, да, они делают ставку, что это уже сразу экологический транспорт, то есть это электроприводы и наличие водородного преобразователя, да, который может из водорода, тоже экологически чистого топлива, да, получать электричество. Много пишут про экономию, да, вот, ну, помимо всего прочего, да, это еще и беспилотный транспортное средство, которое позволяет вам производить доставку грузов, да, без участия человека. Вот, ну, и тут краткая история, да, что в 2017 году они уже развиваются, да, и вот у них сейчас план, да, уже выйти вот таких грузовичков маленьких, которые перевозят небольшой объем, да, до двух тонн на коммерческие грузовики, как, которые фуры, да, всем хорошо известные, которые могут перевозить уже до, там, десятков и сотен тонн. Вот примерно так у них, да, эта линейка выглядит. Вот, ну, насколько я понимаю, вот эта штука пока еще не существует, да, то есть только вот эти две, по сути, вот этот, да, грузовичок у них есть. Вот, и в целом у них уже даже есть удачное внедрение этой системы, то есть пилотные проекты производились, да, в основном на закрытых территориях, то есть по перевозке грузов, например, в рамках какого-то склада, да, или там от пристани, например, до склада. Вот, соответственно, приводятся все характеристики, да, ну, и в частности тут говорится о том, что, как бы, для управления флотом таких устройств нужно, там, на 15 таких автомобилей нужно всего один человек, то есть можно 14 человек из 15, да, перевести на какую-то более интересную работу, чем рулежка на складах или рулежка между городами, например. Вот, то есть управление все с планшета, сразу видно, кто где находится, куда ехать, какие задачи выполнять. Соответственно, вот, с точки зрения системы управления, да, есть целая система по сбору телеметрии, то есть это огромное количество сенсоров, которые позволяют определять, что вокруг находится, да, избегать столкновений. Ну, и, соответственно, дальше пошел уже какой-то маркетинг, маркетинг, маркетинг. Ну, вот, соответственно, кейсы внедрения, да, то есть где уже проверялось, что на месторождениях, где довольно мало людей, довольно тяжелые условия работы, да, то есть там как раз-таки автономность – это один из главных приоритетов. То есть никто не хочет жить и работать на севере, да, поэтому туда нужно управлять роботов. В Москве тоже, видите, тестировались на складах и на металлургических комбинатах. Вот, поэтому в целом тоже, так сказать, есть чем гордиться. Желаем удачи нашим коллегам, соотечественникам. Так, ну и заключение, тоже краткий обзор, да, мы частично касались в лекциях, которые вы просматривали, Кривой Гартнера, да, но там, по-моему, не помню, какой год был, вот вышел недавно обновление, да, по искусственному интеллекту за 2022 год. Отчет называется «Кривая Гартнера» хайпа, да, то есть у них есть такая вот модель, что любая технология, она проходит через некоторый пик хайпа, потом происходит разочарование, да, и потом постепенный выход на некоторую статическую кривую, да. Вот, соответственно, они каждый год выпускают отчеты, которые анализируют, что, собственно, происходит. В общем, они на 2022 год объявили, что вот сейчас есть четыре тренда основных развития искусственного интеллекта. Это искусственный интеллект, который строится вокруг данных, искусственный интеллект, который строится вокруг моделей, искусственный интеллект, который строится вокруг приложений, да, то есть где его применять, и искусственный интеллект, который пытается, область искусственного интеллекта, которая пытается подружить человека искусственный интеллект. Соответственно, вот у них на кривой отмечены различные варианты того, какие технологии сейчас есть и какой этап они сейчас переживают. Вот, например, сейчас глубинное обучение находится в некотором провале, то есть были очень большие надежды на него, особенно у руководящего состава, что им не нужны будут люди, что достаточно будет взять огромную нейронную сеть, которая сделает все, все, что нужно. Ну, из тех примеров, которые мы сегодня рассмотрели, про рисование, видно, что она что-то делает, но не всегда то, что нужно. То есть она скорее подражает, но так достаточно плохо подражает пока еще. Поэтому существует определенное сейчас разочарование в нейронных сетях. И это не только мое личное мнение, это в целом мнение многих специалистов, с которыми удалось общаться. То есть бизнес постепенно разочаровывается в глубинных сетях, что это не та технология, которую вы взяли и как автомат калашникова начали применять. Это все-таки пока еще такое больше искусство, то есть нужно понимать, что вы закладываете в эти модели. Вот поэтому происходит некоторое разочарование. Что сейчас на пике – это синтетические данные. Сейчас у нас борьба за, скажем так, охрану частной жизни. То есть никто не хочет, чтобы воровали наши персональные данные, чтобы какие-нибудь гуглы, яндексы собирали историю того, куда мы ходим, чем мы занимаемся в интернете. Вот поэтому сейчас на хайпе находится тема, связанная с синтетическими данными. То есть идея стоит в том, что какой-нибудь Яндекс, например, собирает вашу информацию и ее обезличивает. То есть устраняет вообще всякую связь с реальным человеком. И рядом с ним, с этой же тематикой, находится Edge Computing. Edge имеется в виду, что на грани. То есть если раньше, лет 10 назад, была идеология такая, что вы все вычисления размещаете в некотором дата-центре, куда стекаются данные, то сейчас тоже вот такой тренд, правда уже угасающий, на вычисления на месте. То есть у вас есть какая-нибудь кофеварка умная, которая должна, например, подстраиваться под ваш график дня и кипятить кофе или воду к тому моменту, когда вы захотите им воспользоваться. Если раньше, лет 10 назад, кофеварка должна была иметь выход в интернет и отправлять данные по тому, как она используется, то сейчас кофеварка обрабатывает данные на месте, если нужно, их обезличивает, генерирует синтетические данные, и их уже передает дальше для сбора статистики. То есть такое вот тоже направление по синтетическим данным. Отдельная тема связана по синтетическим данным с тем, что, например, если вы какое-то крупное производство, вы не имеете права выкладывать ваши производственные данные широкому кругу лиц, потому что есть закон запрещающий предоставлять такие данные. Но вы, тем не менее, знаете, какие есть проблемы в этих данных, и вы можете подготовить модель статистическую, какую-то эмпирическую модель, которая будет по характеристикам соответствовать тем данным, которых у вас есть. То есть вы сможете сформулировать вашу проблему в виде данных синтетических. Вот такие синтетические данные вы можете спокойно раздавать налево и направо, например, изучая спрос. Ну, не спрос, а рынок, например, специалистов по машинному обучению, по искусственному интеллекту. То есть вам необязательно выдавать реальные данные. Вы можете, зная ваши реальные данные, сгенерировать новые данные с такими же свойствами. И на основе того, как люди будут решать, например, задачи с этими данными, вы можете понять, а кто вам лапшу на уши вешает, а кто реально может что-то сделать. Вот. Ну, там есть и другие варианты использования синтетических данных. Вот. Дело не в этом. То есть сейчас вот на хайпе такие вещи. Вот. Отдельное направление, связанное с ответственным искусственным интеллектом. То есть как строить искусственный интеллект, чтобы не нарушать баланс между интересами человека, интересами машинного и искусственного интеллекта. Ну, то есть такие, больше такие гуманитарные вопросы. Вот. Также развивается направление с генератив, искусственным интеллектом. То есть искусственный интеллект, который генерирует что-то. Ну, то есть создает новое. Вот мы сегодня посмотрели уже, как картины создаются с помощью нейронной сети. Это не только в картинах. Есть целое направление, связанное с инжинирингом. Возможно, мы про него даже поговорим. То есть когда система искусственного интеллекта начинает вам предлагать, например, дизайн фюзеляжа самолета. То есть закладывая в систему знания о том, как разрабатывались самолеты за последние 50 лет, система умеет вам предлагать новые варианты. То есть какие комбинации еще не были использованы. Или, например, какие комбинации отвечают определенным свойствам, которые самолет должен угладать. Тоже такое направление есть. И это существенно ускоряет процесс разработки. Потому что до сих пор успех создания хорошего самолета – это не только моделирование аэродинамики, не только прототипирование, но еще своего рода инженерная интуиция людей, которые занимались конструированием самолетов. Потому что если вы сделали, например, 10 самолетов, вы уже знаете, как и что, и где нужно подкручивать. Соответственно, система искусственного интеллекта пытается тоже таким методикам удовлетворять. То есть в них загружаются данные о предыдущих проектах самолетов. Они эти данные обрабатывают. И на выходе получается внутренняя модель, которая позволяет вам, например, варьируя какую-нибудь грузоподъемность, топливную эффективность, дальность, получать на выходе проекты новых самолетов. Не только к авиации это относится, это и к проектированию деталей. То есть есть целое направление, не будем сейчас на нем слишком долго останавливаться. Есть много чего другого, не будем сейчас тоже на этом сильно зацикливаться. С точки зрения их, этих товарищей из этой консалтинговой компании, вот сейчас есть четыре направления вокруг данных, вокруг моделей, вокруг приложений и вокруг гуманитарной сферы, то есть отношений человека в мире искусственного интеллекта. Соответственно, что такое данные, вокруг данных. Сюда как раз входит и работа с синтетическими данными. Ну, наверное, да, в основном это с этим связано. А, и второе связано с дополнением данных. То есть когда у вас есть какой-то базовый набор данных, как, например, расширить этот набор, не собирая новых данных. Соответственно, здесь появляется задача, например, сразу вопрос для чего. То есть если, например, вы решаете задачу распознавания изображений, распознавания ситуации, вы можете параллельно решать еще дополнительные задачи, например, устойчивость к подделкам. То есть когда вас пытаются обманывать, вам нужно, например, сделать систему устойчивой. Помимо того, что она будет решать задачу, исходную, да, она, например, должна быть еще устойчивой к обману, к подтасовкам, например, к отказам датчиков. Вот это все очень хорошо ложится на задачу как раз синтетических данных, тоже, помимо всего, что я только что говорил, да, также и расширение выборок данных, которые используются для создания системы искусственного интеллекта. Вот, ну, про обучение системы искусственного интеллекта это мы будем отдельно говорить, да, когда из данных получаются модели, скорее даже параметры модели, да, определяются. Так вот, синтетические данные позволяют вам также, например, еще и расширить существующую выборку, если вы решаете какую-то комплексную задачу, да, то есть у вас есть, как в теории управления, да, есть прямые косвенные показатели качества, есть, например, у вас там статическая ошибка, да, и перерегулирование, да, которые вроде, если вам важна только статическая ошибка, да, то вам все равно на перерегулирование. Но, как правило, это не так. Правило, вы должны делать и то, и то. Так вот, синтетические данные позволяют вам решать целый ряд задач дополнительных к вашей основной задаче, да, за счет генерации, ну, скажем так, перетасовок, добавления шумов, переворотов, поворотов изображений, например, если речь идет о распознавании изображений, да, если это ситуация, соответственно, какие-то модели, которые позволяют на основе реальных ситуаций моделировать еще некоторые вариации этих ситуаций, чтобы гарантировать, что не произойдет никаких непредвиденных ситуаций, да, с вашим искусственным интеллектом, что вашу там, не знаю, нейронную сеть не переклинит, например. То есть в этом плане синтетические данные это тоже один из способов как раз гарантии качества вашего продукта. То есть имея типовые ситуации, да, вы можете их расширить, дополнить, модифицировать того, чтобы гарантировать вашему заказчику, да, что не произойдет ничего плохого. И тут тоже начинается целое поле для творчества, да, какие ситуации могут быть, а что может произойти. И это уже начинает немного походить на то, чем занимаются, например, QA-инженеры, QA-ти Assurance, то есть контроль качества, да, то есть контроль качества – это хорошие тесты, хороший тест-дизайн. И вот как раз синтетические данные тоже очень хорошо ложатся на развитие QA-инженеров в области искусственного интеллекта. Ну и тут то, о чем я говорил, да, что анонимизация, да, то есть исключение любых персональных данных и так далее. Да, вот если говорить теперь про другое направление, да, по моделям, то здесь уже идея состоит в том, чтобы, ну, во-первых, сформировать списки некоторых готовых моделей, то есть такие библиотеки моделей. Мы будем очень подробно об этом говорить в курсе по нейросетевым системам управления, там у нас будет целая лабораторная работа по таким моделям, то есть когда есть готовые модели. Да, а следующий этап – это композиция моделей, когда у вас есть, например, задача распознавания, задача локализации, задача при преобразовании изображений в текст, вы начинаете комбинировать эти модели, да, чтобы, например, сначала у вас определился координат объекта, затем в рамках определенных координат, там прямоугольника, да, где находится объект, была произведена классификация этого объекта, а дальше, например, полученный результат был бы еще пропущен через преобразование изображения текста, да, чтобы получить текстовое описание того, что нарисовано, потом может, например, еще применен быть искусственный интеллект для того, чтобы построить из этого текста некоторый граф, да, то есть отношения между сущностями, то есть если объект, да, то у него есть цвет, а цвет, например, зеленый, то есть такого рода отношения, набор отношений, то есть построить уже некоторую такую семантическую базу данных, да, описывающую то, что вы видите на изображении. Вот, ну и кроме того, еще есть другие направления, например, связанные с компедированием нескольких моделей, да, параллельной работой моделей, то есть то, что я только что описывал, это была последовательная работа, когда по цепочке происходит преобразование, а может быть еще и параллельная работа, да, где у вас, например, есть 5-6 моделей, которые формируют некоторое усредненное решение, вернее, каждый из них формирует решение, да, затем это решение усредняется, ну, например, по правилу голосования, там, если 3 сказала да, а 2 сказала нет, то выходной результат будет да, то есть тоже вот такого рода модели, ну, и часто, например, во всяких состязаниях бывает, ну, там, например, на Кегле, бывает так, что, например, несколько команд, да, у каждой сделали какую-то свою модель, да, но на разных элементах выборки они работают по-разному, да, и тогда берутся, объединяются эти команды, берутся их, каждая их модель, они комбинируются, и на выходе строится небольшой классификатор, который определяет, когда брать результат с первого, когда с второй, это позволяет тоже улучшить качество работы системы, да, то есть снизить количество ошибок, поэтому вот это направление, связанное с моделями, да, оно сейчас очень активно развивается, вот, и тоже в рамках этого же направления по моделям, да, развивается другое направление, когда необходимо добавлять в систему искусственного интеллекта какие-то экспертные знания, вот это называется casual AI, да, то есть самый простой пример, это, например, заложить в вашу модель искусственного интеллекта физику, то есть знание о физике, то есть данное это хорошо, но если вы, например, знаете физику вашего процесса, например, вы управляете каким-нибудь электроприводом, да, физика, которого очень хорошо известно, то можно заложить многие отношения в виде некоторой модели, да, а система искусственного интеллекта будет анализировать данные и подкручивать уже эту небольшую модель, вот, это тоже вот одно из очень популярных направлений, оно очень тесно связано с таким направлением, как цифровые двойники, которые вам тоже наверняка хорошо знакомы из курсов, которые у вас были, вот, так или иначе сейчас вот идет такой некоторый мерж обоих направлений, да, систем цифровых двойников и систем искусственного интеллекта, на объединение их в одно. Следующее направление – это искусственный интеллект, который заточен уже на конкретные приложения, то есть если до сих пор в основном искусственный интеллект он фигурировал, либо в задачах, связанных с какими-то состязаниями, там, да, то есть классификация изображений, например, вот, и сейчас пошло время применения на практике, то есть уже не просто какие-то абстрактные картинки котиков пытаются классифицировать, да, а пытаются применить, например, для поиска дефектов на производстве. Вот, или, например, тексты, если говорить про текстовые задачи, да, например, понимание естественного языка, это различные чат-боты, или, например, семантический поиск, да, то есть так или иначе пошли, пошли системы уже в народ, так сказать, да, то есть любая компания уже имеет специалиста по искусственному интеллекту, по машинному обучению в своем штате, особенно если это крупная компания, вот, соответственно, там огромное-огромное количество задач, которые необходимо решать. И это тоже сейчас одно из таких векторов развития. Вот, ну и, наконец, четвертое направление, да, это гуманитарное направление по поводу того, что, собственно, как, собственно, жить, да, дальше. Если у нас уже искусственный интеллект рисует картины, то что будет дальше. Соответственно, такие гуманитарные, ну, гуманитарно-технические направления, да, определить, когда ему можно верить, искусственному интеллекту, то есть что ему можно доверить, какие задачи. Можно ли ему, например, доверить управление стержнями атомного реактора, которые защищают, да, то есть задачи безопасности. Какие риски это несет, да, и, соответственно, как управлять этими рисками. То есть чтобы никто не взломал эту искусственную сеть, да, не обманул ее. Вот у нас в 91-й группе была лекция, да, где как раз показано, что добавление нескольких пикселей на изображение позволяют радикально испортить качество, например, обученной нейронной сети, то есть настроенного искусственного интеллекта. Соответственно, вот возникает еще и задача на безопасность использования искусственного интеллекта. Другой пример, например, дипфейки. Которые тоже сейчас очень огромную популярность получили, да, когда можно, например, сделать, сгенерировать фотографию какого-нибудь известного человека, который в реальности не существовало. Такой фотографии, да, там, соответственно, там, не знаю, видео, где там Трамп произносит какие-то преступные вещи, например, которые он никогда не произносил. Вот, поэтому тоже направление связано с безопасностью, да, применение таких систем. Вот, соответственно, для чего это делается, да, для того, чтобы, как говорится, если хорошие люди не придумывают правила игры для искусственного интеллекта, то плохие люди начнут использовать искусственный интеллект, как им заблагорассунется, да, то есть для всяких темных дел. Вот, поэтому есть тоже целое направление о том, там, этический выбор. Есть вот отдельная, тоже гуляла пару лет назад, да, картинка, где искусственный интеллект выбирает, кого сбить, например, на дороге. То есть он несется, впереди зебра, там, не знаю, отказали тормоза, впереди там идет пенсионер, мама с ребенком, да, и взрослый человек. И вот у искусственного интеллекта есть выбор, кого из них с трех задавить. Он не может, у него нет ситуации, при которой он никого не задавит, да, но ему нужно выбрать ситуацию с минимальными эффектами, негативными, да, и там предполагается, что, наверное, да, ну, как бы такой сложный моральный выбор, да, но вроде как, если задавить пожилого человека, то эффект будет очень страшный, да, но не такой страшный, как если задавить, там, маму с ребенком, например, потому что это, во-первых, две жизни, да, во-вторых, это новая жизнь. Ну, такие, да, страшные рассуждения, вот есть такое тоже направление этика искусственного интеллекта, пытаются все это сейчас наложить на некоторую нормативную базу, да, то есть, например, при проектировании беспилотного автомобиля логика работы должна быть регламентирована, да, как поступать даже в самых страшных неэтичных ситуациях, вот, ну, и кроме того, там еще и страховые разные интересы, да, то есть, с точки зрения страховки, то есть, как правильно поступить, вот, стоит ли, например, вообще вывернуть куда-нибудь в столб въехать, да, чтобы сохранить жизни пешеходов, да, но при этом убить водителя или там пассажиров, да, которые находятся внутри машины, вот, то есть, такие вот сложные выборы, тоже люди над этим думают, строят какие-то системы, да, примеры, тоже достаточно полезное направление, вот, таким образом, тоже, если есть цель быть в курсе того, что происходит, да, вот, рекомендую поглядывать за вот эти, за вот этой организацией, ну, не только за ней, да, но они такие наиболее известные, да, то есть, вот эти вот кривые Гартнера, они достаточно емко описывают, куда сейчас движется толпа, по крайней мере, ну, опять же, здесь нужно, конечно, немного скепсиса всегда иметь, да, то есть, если взять, например, кривую Гартнера за 21-22 год, да, по искусственному интеллекту, вот, видно, что здесь явно было много, гораздо больше записи, да, чем в 22-м году, то есть, куда они делись, непонятно, то есть, выкидываются целые направления, как будто их и не было, то есть, они прогнозировали, что там какая-нибудь такое, да, вот сюда придет, а по факту, на следующий год, оно просто исчезает из этого кривой, да, и, ну, то есть, какая-то, определенная подтасовка, и вообще сейчас, конечно, верить всему, что нарисовано, не стоит, вот, но, тем не менее, как минимум, понимать, о чем сейчас галдят разные чайки, вроде Гартнера, да, рейтинговых агентств, тоже полезно смотреть, хотя, тоже нужно с определенным скепсисом на это смотреть, скорее нужно понимать, например, почему они поместили диплёрник сюда, да, сюда поместили H.I., то есть, какие-то определенные тренды здесь всегда можно будет выхватывать, вот, ну, и у нас была там еще небольшая лекция по поводу того, что там на финансовых рынках, да, то есть, как вообще развивается бизнес вокруг искусственного интеллекта, ну, сейчас, к сожалению, наверное, по сравнению с прошлым годом, рынок находится в какой-то страшной депрессии, то есть, если посмотреть на то, что сейчас творится на рынках, да, то есть, все везде падает, естественно, что это напрямую будет сказываться и на инвестициях в искусственный интеллект, то есть, огромное количество стартапов закроется, многие проекты просто становятся так и не начавшись, вот, то есть, будет определенное сейчас происходить охлаждение, вот, вроде поговариваешь, что это еще продлится еще год, как минимум, если не два, вот, поэтому сейчас в области искусственного интеллекта будет некоторая пауза, будут переваривать все, что накопили за предыдущие, там, лет 20, наверное, развитие и пытаться это применить на практике, ну, вот, видимо, поэтому Гартнер, не знаю, поэтому или нет, да, но Гартнер, видимо, исходя из этого и выделил эти четыре направления, то есть, они не настолько, не настолько являются какой-то научной мыслью, да, там, пронзающей пространство, сколько переработкой того материала, который был накоплен там за последние 20 лет развития таких систем. Вот, наверное, это все, что я хотел бы сейчас рассказать, подытожив там прошедший год с момента записи прошлых лекций. Вот, дальше будем смотреть следующие лекции, углубляться в отдельные направления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!